Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. В коротко о главных событиях прошедших дней. В городском округе продолжается дезинфекция подъезда. На люберецких предприятиях ввели новые правила работы. Владимир Ружицкий провел онлайн-совещание с промышленниками и предпринимателями. Как стать на учет безработным во время пандемии, узнаете в нашем сюжете. А теперь подробнее об этих и других новостях. Службы и ведомства городского округа Люберцы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Текущие вопросы обсудили на очередном онлайн-заседании оперативного штаба в администрации. За прошедшую неделю в межмуниципальное управление Люберецкое поступило 2000 сообщений. По данным сообщений возбуждены 23 уголовных дела. Было 62 ДТП без пострадавших. Так прошла семидневка у люберецких правоохранителей. Стражи порядка продолжают работать в усиленном режиме. Повышенная готовность и у пожарных. Огнеборцы осуществили 29 выездов по сигналу тревоги и ликвидировали 4 пожара. Три из них произошли в Люберцах. В жилом кирпичном четырехэтажном двухподъездном доме произошел пожар. На момент прибытия первого пожарного подразделения происходило горение квартиры на втором этаже. В дверь к квартиру была открыта и весь дым заполнил лестничную клетку со второго по четвертый этаж. Чтобы не допустить распространения инфекции, в Люберецком округе ежедневно дезинфицируют места общего пользования в многоквартирных домах. На первых этажах обрабатываются полы, дверные и оконные ручки, почтовые ящики, перила и лифты. В целях улучшения качества проводимой дезинфекции осуществляются выездные проверки. Динамика, как видим на экране, положительная. Графики проведения работы размещены в подъездах на сайтах управляющих организаций. Информация также размещена на сайтах администрации. В столичном регионе ожидается похолодание, поэтому в домах люберчан решили вновь подать отопление. Вчера были приняты все технологические мероприятия совместно с управляющими компаниями, с ресурсно-пожающими организациями. И с сегодняшнего дня отопление начнем подавать жильцам. За минувшую неделю в единую диспетчерскую дежурную службу 112 поступило более 12,5 тысяч обращений граждан. Большинство звонков связаны с оказанием скорой медицинской помощи, работы полиции и дорожно-патрульной службы. Анна Троян, Сергей Гвозев и Валерия Абсалямов, телеканал ЛРТ. Чтобы не допустить распространения коронавируса, в городском округе Люберцы продолжается дезинфекция мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов. Санитарная обработка поверхностей в подъездах полностью лежит на плечах управляющих компаний. 885 домов находятся в обслуживании Люберецкого жилищного треста. Ежедневно 100 человек обрабатывают более 2800 входных групп. В пятиэтажных домах у нас обработка производится каждого этажа. В домах с лифтом у нас производится обработка первого, второго этажа. И, соответственно, лифты, лифтовые панели, приказные панели и вентиляционные решетки в лифтах. Особое внимание при обработке уделяется поверхностям, с которыми соприкасаются жители. Домофоны, ручки окон и дверей, полы, перила, почтовые ящики. В среднем на обработку одного подъезда у бригады уходит 200 мл хлоросодержащего или спиртового раствора и 10 минут времени. Поэтому зачастую люберчане не успевают заметить работы дезинфекторов. К сожалению, мы не можем перед обработкой зайти в каждую квартиру, чтобы предупредить жителей о том, что обработка производится. Но мы с полной ответственностью понимаем, какая у нас возложена важная миссия. Поэтому все, что зависит от нас, обработка ежедневной производится в соответствии с теми требованиями, как оно того требует. Санитарную обработку планируется продолжить до особого распоряжения. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. С 18 мая люберецкие промышленные предприятия возобновили свою деятельность. Но работа на производственных площадках проходит не так, как прежде. Пандемия коронавируса внесла новые правила для сотрудников. Наша съемочная группа посетила одно из ведущих предприятий округа – фабрику «Пихорский текстиль». И увидела, как проходит рабочий день во время эпидемии. Здравствуйте. Доброе утро, Дмитрий Владимирович. Как вы себя чувствуете? Отлично. Вот так Евгения Широкова встречает всех своих коллег. Сегодня она не только начальник производства, но и стюард. Ровно в 7 утра она уже на проходной. Контролирует, чтобы каждому, кто переступает порог, измеряли температуру. Тут же при входе на предприятие обязательная обработка рук. И только после этих процедур сотрудник может приступать к работе. На этом миссия стюарда не заканчивается. На протяжении всего дня Евгения следит за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Новые обязанности она выполняет параллельно с основными. Такая должность введена сегодня на всех предприятиях. Я еще слежу за тем, как используется дезинфицирующий средство, в каких пропорциях. Каждое утро смотрю достаток вот этих антисептических средств. Слежу, чтобы люди не кучковались, соблюдали дистанцию. Надеюсь, что за период пандемии мы никак не упадем по качеству. Это моя главная забота. И забота, чтобы люди сохранили здоровье. У нас вход и выход на фабрику вообще закрыт. Напоминание о новых правилах практически на каждом шагу. В помещениях фабрики дозаторы с дезинфицирующими средствами. На полу разметка социальной дистанции не менее полутора метров. Вход в столовую теперь по строгому графику. Люди, которые на предприятии находятся, они непосредственно доставляются личными транспортами. Исключили возможность общественного транспорта. На заднем плане автомобиль «Газель», который оборудован пирометром, масками, перчатками, дезинфицирующими средствами. На данный момент на фабрике работает 120 человек. Остальные сотрудники, которые старше 65 лет, на карантине. Здесь организовано все, что рекомендовано и Роспотребнадзором, и требованиями этого стандарта. Очень приятно это видеть. С этой целью, в плане консультации, здесь и проводили сегодня наш визит. С 18 мая в Люберцах заработало более 1400 субъектов малого и среднего предпринимательства. Это компании, которые входят в отрасль промышленности и строительства. Новые требования обязаны неукоснительно соблюдать на каждом предприятии. В Люберецком округе заработал целый ряд промышленных предприятий и строительных компаний. Автосервисы, шиномонтажи, мойки, магазины, торгующие автозапчастями, а также возобновилась деятельность на объектах ЖКХ. Глава округа провел онлайн-совещание с представителями бизнес-сообщества, торговых организаций и строительной отрасли. Возобновлена деятельность почти полутора тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Это предприятия промышленной отрасли и строительства. Продолжают свою работу 13 крупных организаций промышленности и науки. Общее количество занятых сегодня – более 27 тысяч сотрудников. Мы в этом году сдаем целый ряд объектов социальных, как бюджетных, так и коммерческих. Мы не должны завалить жилье и не плодить обманутую дочь, чтобы есть проблемы. Мы могли вовремя как-то на них реагировать, подключали область. Но ситуация как бы у нас в нормальном русле. Бюджетную стройку мы запустили. Хотелось, чтобы все-таки уделили должное внимание своим сотрудникам и наладили данную работу. Как бы мы со стороны строительства готовы помочь в ситуации. Сотрудникам организации приходится привыкать к новым правилам работы. Трудиться можно строго с соблюдением всех мер, предписанных Роспотребнадзором. Так возобновили свою деятельность автосервисы, мойки магазина по реализации автозапчастей, шиномонтажи. Со следующей недели смогут открыться магазины строительных материалов и МФЦ. Магазины не производственных товаров, объекты по оказанию бытовых уступов к населению строительной рынке, объекты реализующие товары для сада. Здесь написания закрыты и работают в инвестиционном формате. По словам Владимира Ружицкого, задача властей сейчас – оказать максимальную помощь предпринимателям. Для наиболее пострадавших отраслей предусмотрели специальные меры поддержки, с которыми можно ознакомиться на инвестиционном портале. Для взаимодействия с предпринимателями также работает «Горячая линия». Анна Троян, Валерия Абсалямов, телеканал ЛРТ. Во дворах городского округа Люберцы ремонтируют дороги. К устранению ям на тротуарах и проезжей части подключилась управляющая компания ЛГЖТ. На днях работа проводилась у дома 53 по улице 8 марта. Там побывала наша съемочная группа. Зима оставила после себя ямы на дорогах. И этот двор не стал исключением. Выбоины образовались в семи местах. За считанные часы вместо дырок на асфальте. Ровная поверхность. Как выглядел участок дороги до и после ремонта фиксируется в мобильном приложении. В режиме реального времени информация поступает в систему контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры. Называется приложение СКПДИ. Суть его заключается в том, что на начальном этапе в него вносится сама яма. Оцифровывается дворовая территория. Появляется информация, сколько на данной территории ям. И после этого уже проходят работы по их ремонту. Также весь этот процесс вносится в программу. Делается фотография с привязкой геолокации. И мы понимаем, что была яма. И, соответственно, работы провели, ямы нет. В управлении Люберецкого городского жилищного отреста 885 многоквартирных домов. В зоне их обслуживания программа предусматривает ремонт более 4000 квадратных метров дорожного полотна. Управляющая компания уже выполнила большую часть запланированного объема. Мы в своей работе опираемся на те заявления, которые приходят у нас с портала Добродел. Это у нас в первую очередь работы ставится сразу же в план. Плюс непосредственно сотрудники нашей организации, которые осуществляют контроль за содержанием дворовых территорий, также подают нам информацию, которую мы включаем в план и выполняем в рабочем режиме. Всего в городском округе Люберцы после проверки дворов выявили около 5000 ям. Более тысячи дефектов асфальтного покрытия на придомовых территориях уже ликвидированы. Из-за эпидемии коронавируса работы проводятся строго по предписаниям Роспотребнадзора. После месяца перерыва возобновилось строительство пристройки к кадетской школе. Вынужденная остановка никак не повлияет на сроки завершения работ. Подробности далее. После длительного перерыва на этой строительной площадке снова закипела жизнь. Ежедневно здесь трудится 70 человек. Только в привычный уклад рабочего дня добавилось несколько важных пунктов. Медосмотр до и после смены, замена масок и перчаток каждые три часа и дезинфекция помещений общего пользования. При возникновении жалоб есть штатный медицинский работник. При выявлении заболевших или с подозрением на заболевание присутствует помещение для изоляции этих сотрудников. До приезда скорой помощи. На строительной площадке существует недельный запас масок и перчаток. Строительство ведется в две смены по 12 часов. В настоящее время рабочие возводят последний этаж здания, устанавливают оконные блоки и прокладывают внешние инженерные сети. Были разработаны соответствующие стандарты и данная стройка соответствует этим стандартам. Мы начали эту работу с 18.05. К 1 сентября данная школа будет готова. Поставлена главой такая задача. Мы отработаем. Пристройка для начальных классов кадетской школы рассчитана на 200 мест. В здании будет 9 учебных кабинетов, спортивный зал, помещение для занятий музыкой и свой пищеблог. Луиза Игазарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Глава округа Владимир Ружицкий провел онлайн-совещание с заведующими поликлинических отделений и руководством Люберецкой областной больницы. На встрече обсудили один из актуальных вопросов – начисление стимулирующих выплат в период пандемии. Люди рискуют своей жизнью. Задача администрации всех уровней – обеспечить и защитой, и той заработной платой, которая озвучивается. Обеспечение медиков средствами защиты – вопрос решенный. В поликлиниках и больницах округа есть необходимый запас масок, перчаток и антисептических средств. А по поводу выплат у Люберецких врачей еще остались вопросы. Причина, по которой мы собрали коллег, это имевшая место несвоевременность выплат нашим медицинским работникам, денежных средств, тем работникам, которые имели контакты, лечили больных с COVID, с ОРВИ и с пневмониями. Причиной, с нашей точки зрения, являлась недостаточная информированность в медицинских работниках о правильности оформления табелей отработанного времени. Отдельный вопрос – кому и какие выплаты положены за работу с больными COVID-19. Для того, чтобы внести ясность, участникам совещания показали подробную презентацию. Руководителям подразделений велели передать своим сотрудникам полученную информацию, а также доработать списки неподанных в свое время на табелей. После подачи всех необходимых документов, медработники получат выплаты в кратчайшие сроки. А такие разъяснительные беседы теперь будут проходить постоянно. Президент России Владимир Путин объявил о дополнительных мерах поддержки семей с детьми в период пандемии. Если раньше на помощь от государства могли рассчитывать лишь отдельные категории граждан, то сейчас перечень таких семей значительно увеличился. Кто имеет право на получение денежной выплаты и как подать заявление, расскажет Луиза Егия-Зарян. Татьяна Иванова не выходит на работу около двух месяцев. Молодая мама вынуждена сидеть с пятилетним сыном, который из-за эпидемии не посещает детский сад. О новых мерах социальной поддержки семей с детьми женщина узнала в интернете. Там же попыталась подать заявление на получение выплаты. Я пыталась оформить заявку через сайт госуслуг, но у меня не получилось. Так как он временно недоступен, это очень хорошая поддержка, потому что сейчас не лучшая ситуация. Я считаю, она будет не лишней. Предварительно записавшись на прием, Татьяна отправилась в пенсионный фонд. Здесь принимают заявления от родителей, чьи дети младше 16 лет. Здравствуйте, а можно оформить единовременную выплату 10 тысяч рублей? Здравствуйте, можно. Сколько у вас детей? Один. Сейчас заполним заявление. Паспорт из НИЛС одного из родителей, свидетельство о рождении с НИЛС ребенка, а также реквизиты банковского счета. Это все документы, которые понадобились для регистрации заявления. Народу очень много. Мы принимаем заявления и обычных людей, которые к нам приходят, и также обрабатываем заявления через сайт. Но ничего, справимся. Единовременная выплата 10 тысяч рублей положена детям, которые родились в период с 11 мая 2004 по 30 июня 2017 года включительно. Если в семье несколько детей такого возраста, то пособие дадут на каждого. Подать может заявление любой родитель, либо мамы, либо папы. Они должны быть обязательно гражданами Российской Федерации и с постоянным проживанием на территории Российской Федерации. Ребеночек тоже, соответственно, постоянное проживание и гражданин Российской Федерации. Родители, которые воспитывают детей до трех лет, тоже могут рассчитывать на помощь государства. На каждого ребенка предусмотрено по 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь. Раньше такая мера поддержки действовала только для семей, имеющих право на материнский капитал. Подать заявление на все выплаты можно до 1 октября этого года. Они принимаются через портал Госуслуг, личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или по предварительной записи в клиентской службе. Луизия Игазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Как встать на учет безработным при введенных ограничениях и как получить пособие по безработице? С этими вопросами сталкиваются многие люберчане, потерявшие работу во время пандемии. Наш корреспондент Анна Троян собрала самые популярные обращения граждан и узнала, как их решить. Экономист Петр Березовский просчитался с увольнением. Мира хватила пандемия, мужчина не смог найти новую работу. Встать на учет в центре занятости Петру не удалось. Огромные очереди. Пришлось подать заявление на портале «Работа в России». Я подал все документы, оформил, загрузил. Начал ждать выплату ежемесячную. Мне полагалось 12 тысяч. Но выплата пришла меньше. Для меня это был сюрприз. Я решил сначала позвонить в центре занятости, но все телефоны заняты. Разобраться с положенными безработному выплатами и трудоустройством Петру помогли в Люберецком центре занятости. Без предварительной записи специалисты дают разъяснения по возникшим у жителей вопросам. С момента подачи заявления до момента признания безработным должно пройти 11 календарных дней. Первая выплата вам выплачивается только за этот период. То есть кусочек. Вот вам пришла сумма 4 тысячи 43 рубля. И в любом случае у вас выплаты пособий будут в месяц 12 тысяч 130 рублей. Все те выплаты, которые не достают, они вам выплатятся. Почему приходит выплата в размере 12 130 рублей, а не 15 тысяч, как обещал губернатор Подмосковья? Еще один популярный вопрос, поступающий от безработных. В центре занятости поясняют, что оплата компенсационной выплаты, то есть недостающей разницы, придет всем, кто встал на учет, начиная с марта 2020 года. Деньги поступят только на следующей неделе. И со следующей недели я всех заверяю, что мы начнем компенсировать те недоплаты, которые пока были не произведены из-за того, что денег не было из областного бюджета. Все деньги придут на счета, которые нам предоставляли безработные. Самое главное, чтобы увольнение произошло не по причине дисциплинарного проступка. Он может встать на учет в течение 30 дней после прекращения трудовой деятельности. А что делать тем, кто не смог встать на учет по безработице? Специалисты уверяют, на каждую заявку, поступившую на сайт «Работа в России», вскоре придет ответ. Сейчас в обработке находятся несколько тысяч обращений люберчан. К такому наплыву безработных центр занятости сначала не был готов. Более того, оставляя заявление онлайн, жители зачастую допускают ошибки. Рассматривая заявления, которые поданы в портале «Работа в России», около 30% – это лица, которые не имеют постоянной регистрации в Лебресском округе. Поэтому им отказано в регистрации, что вызывает соответствующее недовольство, и они пишут жалобы. Около 15% – это те лица, которые не представили весь полный пакет документов, и которые тоже не могут быть признаны безработными. Функции портала «Работа в России» обещают провести в порядок в ближайшее время. А сотрудники Люберецкого центра занятости обрабатывают обращения граждан в усиленном режиме, без выходных, чтобы до конца мая помочь всем безработным. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Два месяца в режиме нон-стоп. Волонтеры Люберецкого округа продолжают оказывать помощь нуждающимся. Даже после послабления ограничительных мер. Самая востребованная просьба – доставить на дом продукты. Молоко, кефир, белый хлеб, колбаска, любительство. После полученного списка покупок волонтеры отправляются на поиски всего необходимого. Десять заказов в день нужно отработать каждой группе согласно путевому листу. Школьнице Анне Митюхиной пришлось научиться совмещать учебу и волонтерство. Я учителям сразу с утра пишу, что я иду на волонтерство, они мне дают задание дополнительное. Я им все делаю и отправляю. Я помогаю жителям, мне это очень нравится. Я могу помочь старому поколению, пожилому, которое не может выходить на улицы, которому сложно и нельзя. С самого начала пандемии в волонтерском штабе состоят и 50 спортсменов. Доставка до квартиры пакетов с продуктами – еще одна дополнительная силовая нагрузка для атлетов Росмоллспорта. Только в Люберцах они осуществили сотни выездов, направленных на оказание помощи жителям. За побуждение помочь людям, как-то хочется поддержать людей, не просто дома сидеть. Людям жалко, не все могут выйти из квартиры, не все могут позволить себе сходить в аптеку, купить лекарства и некоторые боятся выйти, чтобы не заразиться. В основном в услугах волонтеров нуждаются люберчане в возрасте за 65 лет. И те, кто не может выйти из дома по состоянию здоровья. Многие из них уже неоднократно обращались за помощью. Наталья Бондарь без ребят в свои 80 не обошлась бы. Так много добрых людей, особенно молодежи. У вас же свои интересы. А вы все свое время посвящаете пожилым людям, больным. Главное самое, что вы просто спасаете нам жизнь. Спасибо большое. Вам всего доброго, всего хорошего. Тоже будьте осторожны. А чтобы обезопасить самих себя, волонтеры строго соблюдают все необходимые санитарные требования. Анна Троян, Валерия Абсалямов, телеканал ЛРТ. Во время самоизоляции многие учреждения культуры перешли в режим онлайн. Московский театр под руководством Геннадия Чихачева не стал исключением. Творческий коллектив не дает своим зрителям скучать, хотя они сами с нетерпением ждут выхода на сцену. Но несмотря на то, что театр пустует, там много интересного, Луиза Егезарян убедилась. Мы сейчас находимся в костюмерном цехе. Дело в том, что в нашем театре более 6000 костюмов. А помещение, в общем-то, не такое большое. И вот мы придумали такое ноу-хау. Такого нет ни в одном театре. Шкафы-купе на рельсах. Это решение позволяет бережно и компактно хранить сценические костюмы. Кстати, все 6000 нарядов – ручная работа. Во время экскурсии выяснилось, что в этих шкафах не только театральная одежда. Так, вы знаете, это наш театральный домовой. Не будем его беспокоить, лучше закроем. Потому что он может потом похулиганить. Хотя он очень добрый, но тем не менее. Пойдемте. А вот «Святая святых» – склад декораций. Для каждого спектакля сотни элементов. Некоторые из них настолько тяжелые, что на сцену их доставляют с помощью грузового лифта. Наши ребята перед каждым спектаклем в течение трех-четырех часов выставляют эту декорацию на сцене. Иногда они… Опять домовой. Так, да. Ну, видите, наш домовой даже и помогает нам, пока нас нет. Как-то прибирается. Но он очень стеснительный. Да, домовой в театре Чехачёва – настоящий помощник. Его мы обнаружили и в мастерской. Там сказочный персонаж рисовал плакат к спектаклю «Волки. Семеро козлят», премьера которого должна была состояться в апреле. Декорации к сказочной постановке до сих пор на большой сцене. Здесь все застыло. В ожидании артистов и зрителей. Мы очень ждем, когда же нас откроют, когда наши зрители придут к нам, потому что театр – это живое искусство. Но коллектив театра продолжает радовать своих поклонников даже во время самоизоляции. По субботам и воскресеньям на ютуб-канале и в соцсетях транслируются спектакли. Артисты проводят для зрителей тематические мастер-классы. 9 мая музыканты сыграли праздничный онлайн-концерт. Сейчас идет подготовка к Международному дню детей. Обширный такой концерт, онлайн-концерт. Наши артисты сидят дома, записывают это все на домашнее оборудование. Наши операторы все это сводят, монтируют. И в 12 часов дня 1 июня приглашаем к экранам компьютеров. К 1 июня театр Чехачева проводит конкурс детских рисунков. Тема «Мой любимый герой». Участники могут изобразить своего папу, дедушку или сказочного персонажа. Главным призом станет планшет, а остальные дети могут обменять свои работы на любой сувенир. Фотографии рисунков принимаются в соцсетях театра с 25 мая. Подписчики путем голосования определят лучшую работу. Итоги подведут 2 июня. Награждение участников состоится сразу после того, как учреждение откроет свои двери. И здесь снова закипит яркая театральная жизнь. Луиза Игазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Дом, как одна сплошная фотостудия. Творческий тандем фотографов из Люберец. В режиме ограничений креативит по полной. В рамках проекта «Внутри изоляции» пара ежедневно делает актуальные снимки, где использует пространство только своей квартиры и подручные средства. Фотографы уверяют, необычные кадры сделать под силу и нашим зрителям. Так, Томас, и ушел. Творческая ломка довела фотографов до путешествия в вымышленное параллельное пространство. Побывать в фотомире «Внутри изоляции» Дмитрий и Алина приглашают всех желающих. Итак, берем камеру в руки и повторяем лучшие снимки творческого тандема. Начать делать домашние шедевры профессионалы предлагают с фотосессии питомцев. Поймать в объектив четвероногих друзей, конечно, непросто. Запасайтесь терпением. Напарникам и любимыми игрушками животных. Когда еще на это будет столько времени? Положительные эмоции гарантированы. А дальше приступаем к фоток, которые точно удивят ваших подписчиков. Наша картина называется «Эффект коллажа без использования фотошопа». Чтобы воплотить идею в реальность, нужны лишь нейтральный фон, музыкальный инструмент и любые напечатанные изображения людей. Вырезать из газеты, из журнала, из какого-нибудь плаката, голову какого-то человека, известного певца, актера. Вот у нас, допустим, есть Шостакович. Использовать можно какую-нибудь часть тела. Например, у нас есть рука, вырезанная из какого-то, не помню, журнала. А вот и результат. Газеты и скотч понадобятся и для следующей идеи. Серия снимков пожирателей новостей. Олицетворение весны 2020-го. Делаем тематический фон. Облачаемся в наряд из газет и готово. По-моему, очень аквально. Все мы так долго ждали лета, но о путешествиях пока придется позабыть. Но наши креативщики уверены, классные фото можно сделать без загранпаспортов и виз. Кто-то мечтает о море, кто-то мечтает полететь в космос, а кто-то мечтает очутиться в Париже, как я. И сейчас я вам покажу, как это можно сделать. Вы включаете заставку на своем телевизоре с тем местом, в котором вы хотите очутиться. И вуаля, подходите поближе, надеваете шляпу и вот вы уже в Париже. Мечтать не вредно. А вдруг такое фото притянет событие? Визуализируйте задумку. И напоследок самое вкусное. Всем уставшим от готовки посвящается. Надоело делать типичные фото еды? Ловите лайфхак от Димы и Алины. Так в их исполнении выглядят звуки изоляции. Замените посуду на виниловую пластинку. Или сделайте блюдце из компакт-дисков. Ретро нынче в тренде. Без внимания и лайков точно не останетесь. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. На этом выпуск завершен. Еще больше подробностей ищите на нашем сайте lrt.tv и в соцсетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова